Как всегда, очень хорошая упаковка. На задней стороне описание прибора на китайском и английском языках. В коробке у нас имеется сумочка. Инструкция на китайском и английском языках. Русского языка здесь нет. Контроль качества. Довольно хорошие клещи. Очень тугие. Толстый провод. И сам прибор. Прибор довольно увесистый. Есть подставка. Сбоку находится порт USB Type-C. Через него можно обновлять прошивку прибора. Минимальный набор клавиш управления. Кнопка подтверждения. И она же кнопка назад. При коротком нажатии она работает как кнопка подтверждения. А при длительном нажатии она работает как клавиша назад. В комплекте также присутствует кабель USB Type-C. После подключения к аккумуляторной батарее прибор автоматически включается. Здесь мы можем перейти в настройки. В настройках мы можем изменить язык. Английский либо китайский. И изменить тему. Темная либо светлая тема. Далее у нас тест аккумуляторной батареи. Нажимаем ОК. Здесь необходимо выбрать три параметра. Первый. У нас 12-ти вольтовая батарея. Либо 24-х вольтовая. У нас 12 вольт. Далее необходимо ввести спецификацию. Если вы не знаете, что это такое, тогда смотрите вот это видео. Если видео смотреть не хотите, тогда просто посмотрите надписи на своей батарее. В данном случае у меня EN. И третий параметр это ток. Его также можно посмотреть на самой батарее. В моем случае это 600 А. Нажимаем ОК. Идет тест. Как мы видим в данном случае, батарея заряжена на 98%. Но ее состояние уже очень плохое. Как мы видим, всего лишь 52%. Сама батарея на 600 А. Но прибор нам указывает, что батарея может выдать всего лишь 435 А. Также мы можем посмотреть внутреннее сопротивление батареи. В данном случае оно практически 5 мОм. То есть в летний период данная батарея еще может поработать. Ну а в зиму оставлять такую батарею довольно-таки рискованно. Возвращаемся назад. Далее функция у нас тест батареи при прокрутке стартером. То есть при запуске двигателя. Для корректного проведения данного теста необходимо, чтобы все потребители были отключены. Подключаем прибор к аккумуляторной батарее. И только после этого включаем зажигание и запускаем стартер. С этим тестом батарея справилась хорошо. Самое главное условие, чтобы при запуске напряжение не снижалось ниже 10,2 В. А сейчас покажу тест этого же самого автомобиля, но с довольно старой и уставшей батареей. Вот ее параметры. И как видим, в данном случае тест прошел неуспешно. Возвращаемся назад. Переходим в лоад тест. Так называемый нагрузочный тест. В данном случае мы видим, внизу экрана у нас указано, что необходимо запустить двигатель. Поднять обороты до 2-2,5 тысяч, выждать 15 секунд и провести тест. Как видим, тест прошел успешно. Главное условие, чтобы напряжение не снижалось ниже 13,4 В. А сейчас покажу этот же тест, но уже с изношенной батареей. Как видим, в правом верхнем углу прибора замигал красный светодиод, который указывает, что тест прошел неудачно. А внизу экрана указано красными буквами, что напряжение снижалось ниже 12,8 В. И даются рекомендации проверить разъемы, проводку, генератор и так далее. Далее осталось провести так называемый тест зарядки. Здесь нам указывается, что необходимо запустить двигатель и поднять обороты уже до 2,5-3 тысяч. И далее нажать кнопку ОК. В этом тесте мы можем посмотреть динамику напряжения зарядки. А также прибор нам выводит минимальное значение напряжения и максимальное значение напряжения. Вот такой прибор, друзья. Полезная вещь в гараже. Особенно для тех, кто не разбирается в электронике. Достаточно пару нажатий и вы получите результат. Данный прибор я тестировал несколько месяцев, еще до поступления его в продажу. И в итоге в последней прошивке были исправлены все недочеты, особенно которые были при проведении теста старта. И сейчас все работает отлично. Прибор собран добротно. Хороший экран. Работает очень быстро. Поэтому, в принципе, для рядового автолюбителя довольно полезная вещь в гараже. Но если же вы захотите приобрести такой прибор, то, как всегда, вы сможете это сделать по ссылке в описании.